Здравствуйте! Я приветствую вас в музее-заповеднике Царицыно, в резиденции, которая была построена в конце XVIII века для императрицы Екатерины Великой. Но история Царицыно не началась с Екатерины и не закончилась с Екатерины. В наших залах, в зале археологии в частности, можно увидеть керамику, которая напомнит о бронзовом и железных веках. Мы можем вспомнить с вами на одной из наших экспозиций о дачном Царицыне, потому что одно время в Царицыно были дачи. Но мы-то сегодня с вами будем говорить именно о Екатерине и о двух выдающихся архитекторах, которые построили эту резиденцию для нее в самом конце XVIII века. Это Василий Иванович Баженов и Матвей Федорович Казаков. Мы находимся на постоянной экспозиции Царицыно. Перед вами инсталляция, которая напоминает об императрице Екатерине Великой. И два портрета с правой стороны вы видите Василия Ивановича Баженова, с левой стороны Матвея Федоровича Казаков. И на стилизованных ладонях, как на весах, вы видите сооружение и того, и другого архитектора. Когда-то на месте дворца, где мы с вами сейчас находимся, находилось три сооружения Василия Ивановича Баженова. Обратите внимание, два абсолютно одинаковых здания. Один дворец личной покоя императрицы, другой ее сына Павла Петровича. Между ними небольшое сооружение. Это здание для внуков Екатерины. На этом месте Матвей Федорович Казаков строит дворец, в который мы с вами сейчас вошли. Вы видите сооружение Матвея Федоровича Казакова. Закончилось строительство в 1796 году. В 1775 году императрица приезжает в Москву, чтобы отметить годовщину подписания Кючука и Наджирского мира. Здесь были очень большие праздники, были фейерверки. Остановилась Екатерина Великая в Коломенском, решив прогуляться в окрестностях, она оказывается на землях Царицына. Так нравятся эти места, что их называют сущим раем. Архитектор Плюсков строит здесь для нее дворец деревянный, где было шесть комнат. И она прожила в этом дворце почти полтора месяца. Уезжая, она называет эти места Царицыно. 30 лет тому назад началась большая реконструкция этого ансамбля. Строим, восстанавливаем или реконструируем все, начинаем с фундаментов. Перед вами фундаменты дворца Василия Ивановича Баженова. Он работал здесь в течение 10 лет, но когда императрица приехала посмотреть, что получилось в конце концов, она отказалась от этого ансамбля, приглашая другого архитектора, Матвея Федоровича Казакова, который на месте трех дворцов Баженова строит один дворец огромный, в котором мы с вами сейчас находимся. Казаков понимает свою задачу, он сделает больший дворец. Он отодвигает стены, и мы видим с вами как раз фундаменты уже казаковского дворца. Прямо перед вами невосстановленная стена. Это сделано специально, чтобы мы понимали, в каком состоянии находился дворец, когда его начали восстанавливать. Темные простенки, которые вы видите, напоминают о том, где могли бы находиться печи. В XVIII веке дворцы отапливались теплым воздухом. Печь на деревянный пол, конечно, поставить нельзя, поэтому вы видите каменные основания. А в стене чуть дальше, с правой стороны, отверстия в воздухе. Воздух поднимается наверх, подогревает кирпичи на верхних этажах, и кирпич отдает тепло верхним помещениям. В 1984 году, когда насталось восстановление этого ансамбля, прежде всего восстановили все здания, которые вы видели вокруг этого дворца. Дворец начали восстанавливать фактически в начале XXI века. С чего начались эти работы? Мы с вами сейчас увидим. Перед нами макет. Именно такой вид имел дворец в самом начале XXI века. Вы видите, что дворец потерял крышу, растут деревья, поэтому нужно было прежде всего сохранить дворец. Поэтому первое, что сделали, это металлическими сваями закрепили стены дворца и вертикальными, и горизонтальными. Там, где убирали деревья, нужно было расчистить, конечно, все, а потом заменить на новый камень и на новый кирпич. Благодаря этому решению дворец Казакова был сохранен и восстановлен. На протяжении XX столетия не один раз архитекторы возвращались к этому ансамблю. Предлагались разные проекты его восстановления. Перед вами проект восстановления Царицына как санатория, поэтому архитектор предложил сделать крышу как солярий. Было предложение впоследствии отдать этот ансамбль Академию художеств и здесь разместить институт имени Сурикова. Но когда подошел последний этап восстановления Царицына, было предложено сделать его максимально близким к казаковскому варианту. Все чертежи, которые были найдены, все документы были использованы. И вы видите как раз такой вариант. Окончательный результат этого восстановления сейчас перед вами. Именно этот дворец увидели первые гости восстановленного ансамбля, которые вошли в этот дворец 2 сентября 2007 года. Мы в парадном Екатерининском зале Царицынского дворца. Площадь его чуть больше 300 квадратных метров. Высота потолков неполной 12 метров. Но все в этом зале работает на расширение. Здесь два ряда окон. Наличники устремлены вверх. Своды устремлены ввысь и украшены золоченым растительным орнаментом типа арабеск. Люстры, хрустальные по 500 килограммов. И 22 золоченые рифленые колонны. На их украшение ушло почти 2500 книжек сусального золота. Мы видим с вами натуральные материалы. Золото, редкие породы деревьев, около 10. И дуб, и вижня, и груша, и карельская береза украшает этот пол. Мы не знаем, как оформил бы этот зал Матвей Федорович Казаков. Он ничего не успел сделать. Но он оформил, я думаю, именно бы так. Потому что современные мастера, которые работали здесь в 21 веке, делали это по правилам и законам 18 века. В натуральных материалах, которые мы с вами видим сейчас перед собой. Этот зал посвящен императрице-победительнице. Поэтому во фризе вокруг вы видите ордена, которые напоминают, которые были учреждены и во времена Екатерины Великой. Они в торце прямо перед нами. И в то же время самый первый орден, который был учрежден в России при Петром I, с правой стороны от нас. Это орден Андрея Первозванного. За мной вы видите скульптуру скульптора Апекушина Екатерины Великой. Эта скульптура была сделана по заказу депутатов Московской городской думы. 1896 год. Сто лет прошло после смерти императрицы. И депутаты Московской городской думы для себя заказывают этот памятник. Этот памятник простоял там до 1917 года. Перед нами скульптура императрицы, которая держит скипетр. На ней мантия, отороченная горностаем. Это императорская регалия. Венчает скульптуру императорская диадема. Екатерина Великая, София, Фредерико, Августа, принцесса, которая приехала в Россию в неполных 15 лет, написала в дневнике, приехав в Россию, «Я хочу, чтобы меня здесь любили». Потом императрица подписала, «Старалась я изо всех сил, и она действительно очень понравилась». Вокруг ее имени мы видим солнечные диски. Перед нами заглавная буква ее имени – Екатерина II. И солнечные лучи вокруг в России стали звать солнышком, впоследствии матушкой, а потом нарекли великой. Перед нами слова императрицы. Власть без доверия народа ничего не значит. И она изображена в виде богини наук и искусств. А вокруг – боги, которые напоминают о всех ее начинаниях, о всех ее свершениях, о всех ее победах. Так же, как и все обрамления белые вокруг в зале. Зал посвящен приезду прусской принцессы Софии Фредерике Августе в качестве невесты к племяннику императрицы Елизаветы Петровны и по приглашению русской императрицы. Мы на парадной лестнице Царицынского дворца. Вы видите обилие зеркал. Это очень характерно для интерьера XVIII века. Для украшения парадной лестницы использовали и итальянский, и испанский мрамор, и российский, и бразильский гранит. Мы с вами в зале, который посвящен присоединению Крыма к России. Крым назывался Таврий, и зал называется Таврическим. Его площадь чуть больше 300 квадратных метров, высота потолков неполной 8 метров. И под потолком вы видите фриз. Фриз украшен лавровыми венками победителей, шлемами. Стены вишнево-розовые, колонны мраморные. Все в этом зале напоминает о победе. Даже цвет стен, колонн, люстр, которые вы видите. И опять под ногами редкие породы деревьев. Ну а под ногами мы видим редкие породы деревьев. Торжественный классический рисунок. Портреты, которые представлены в нашем зале, сделаны специально по заказу Музея Царицына Василия Мнестеренко. Потемкин – главнокомандующий российской армии. За победу в Крыму, в Таврии, ему было присвоено имя Потемкина Таврического. Перед нами портрет Румянцева. Он одержал первую победу, очень важную в Крымской кампании. За это его стали называть Румянцевым-Задунайским. Вы видите портреты тех, кого в XVIII веке называли блистательным окружением императрицы. Но говоря о воцарении императрицы, мы обязательно вспоминаем гвардию, которая ее поддержала. И прежде всего, конечно же, братьев Орловых. Их пятеро. И мы говорим на плечах братьев Орловых. Она взошла на российский престол. Перед нами портреты Алексея и Григория Орловых. Панно на потолке этого зала, трехчастное панно, художника Игоря Лозинского. Напоминает нам о триумфе императрицы. Именно так называется эта работа. Мы видим императрицу Екатерину Великую в золотом платье со скипетром и со свитком и изображение трех богов, которые напоминают о самых главных ее победах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова